Всем привет! Вы на канале Скрипник Фото. В сегодняшних фото новостях. Шаттерсток лютует, авторы негодуют. Новые объективы от Pentax Am Young и Panasonic. Возможные цены EOS R5. А также кое-что еще. Поехали! Сегодняшний выпуск начнем со слухов от Canon. И даже слухами это тяжеловато назвать, но рассказать все-таки есть о чем. Специально все разрозненные кусочки информации собрал для вас воедино. Итак, главный вопрос фотоиндустрии второго квартала 2020 года. Сколько же будет стоить Canon EOS R5? Большинство слуховедов сходятся в цене немного менее 4000 долларов за тушку. И якобы источники не хотят разглашать точную стартовую цену по причинам анонимности. С другой стороны, в очередной раз засветилась цена камеры на одном очень крупном румынском магазине F64. Итак, на нем камера стоит 20999 румынских лей. И это примерно 4320 евро. В Румынии НДС составляет 19%. Итого получаем стоимость примерно 3630 евро без НДС. Если все верно, то это выглядит как достаточно правдоподобная цена. Далее, как я уже упоминал в прошлых выпусках, полноценный анонс R5 намечен на июль. А R6 представят, скорее всего, в июле. Также ходят слухи, что Canon анонсирует и новые объективы вместе с анонсом новых камер. Но какие именно, пока не ясно. Думаю, могут показать новый зум наподобие 2870 F2. Поэтому ждем и гадаем. А пока ждем, закончим про Canon новостью о том, что компания выпустила версию программы EOS Webcam Utility для macOS. Теперь пользователи Canon не только на Windows, но и также на Mac'ах смогут превратить свои камеры EOS и PowerShot в веб-камеры для использования в приложениях для видеоконференций. Версия macOS работает идентично версии на Windows. А сейчас хочу поделиться несколькими анонсами нашего канала. На прошлой неделе мы закончили съемки обзора камеры Nikon D780. И он уже на монтаже. Также мы отсняли и распаковку камеры, так как она приехала к нам новой. Думаю, всем будет интересно посмотреть. После 780-ки выйдет обзор на Canon EOS RP и Nikon Z6. И по Z6 это будет больше даже не обзор, а мнение о годе использования камеры. А еще на днях мы должны получить Nikon Z50. Так что готовим интересный материал для вас в меру своих временных возможностей. Поэтому очень просим вас поддержать наш канал подпиской, колокольчиком, лайком и комментами. Ну а теперь возвращаемся к новостям. Компания Samyang представила обновленные версии двух самых продаваемых мануальных объективов в линейке. Samyang MF 14 мм f2.8 MK2 и Samyang MF 85 мм f1.4 MK2. Оптические конструкции объективов остались прежними, но компания добавила ряд новых функций для привлечения новых пользователей. Теперь объективы имеют защиту от атмосферных воздействий, режим деклик для диафрагмы, а кольцо фокусировки доработали для более удобного управления в режиме видеосъемки. Объективы доступны для камер с байонетами Canon EF, Nikon F, Sony E, Fujifilm X, Canon EF-M и Micro 4.3. Цены и дата старта поставок пока неизвестны. И на этом компания не остановилась и представила объектив Samyang AF 85 мм f1.4 для полнокадровых камер Canon с байонетом RF. Помимо нового крепления, объектив остался таким же, как и для байонета Sony. Оптическая конструкция 11 элементов в 8 группах, включая один элемент со сверхнизкой дисперсией, и четыре элемента с высоким показателем преломления, которые помогают минимизировать хроматические аберрации. Автофокусировка осуществляется мотором Dual Liner Sonic от Samyang. На объективе присутствует переключатель для выбора автоматической или ручной фокусировки. Объектив имеет защиту от атмосферных воздействий, диафрагму с девятью лопастями, резьбу переднего фильтра на 77 мм и вес примерно 584 грамма. Ожидается, что объектив Samyang AF 85 мм f1.4 RF поступит в продажу в июне по цене примерно 700 долларов США. Компания Tamron опубликовала тизер видео на своем YouTube-канале. По всей видимости, скоро компания представит новый полнокадровый объектив с байонетом Sony E. Тизер не раскрывает каких-либо дополнительных подробностей об объективе, но он ссылается на страницу, на которой представлена линейка объективов E-Mount от Tamron. Думаю, в ближайших выпусках мы расскажем вам про новый объектив от Tamron более подробно. Компания Shutterstock заявила о том, что с 1 июня 2020 года структура доходов авторов будет рассчитываться по-новому. В соответствии с новым подходом фотографы и видеографы будут получать компенсацию в виде процента от продажной цены в зависимости от уровня, по которому оценивается их фото и видео. Раньше уровни заработка рассчитывались на основе всего срока присутствия авторов в системе и учитывали все продажи, сделанные за время существования участника. Но Shutterstock решил изменить это условие и теперь будет ежегодно опускать всех участников на первый уровень 1 января. Теперь, независимо от того, сколько продаж совершил участник, 1 января каждого года он будет понижен до первого уровня и будет получать только 15% комиссионных от продаж. Компания Shutterstock заявляет, что она вносит эту корректировку, чтобы отразить изменения на рынке креативного контента, помочь создать справедливые возможности для всех участников и вознаградить производительность за счет большего потенциального дохода. Авторы контента, конечно же, такие изменения восприняли негативно. Лично я стоками не занимаюсь, но понимаю, что этот труд непростой и искренне сочувствую всем авторам, кого затронули эти изменения. Компания Panasonic анонсировала свой новый полнокадровый объектив Lumix S2060 мм f3.5-5.6 для камер с байонетом L. Основные характеристики. Диапазон диафрагмы от f3.5 до f2.2, количество лопастей диафрагмы 9, оптическая конструкция 11 элементов в 9 группах, минимальная дистанция фокусировки 15 см, вес 350 г, длина 87 мм, резьба для фильтра 67 мм. Panasonic заявляет, что объектив не имеет фокусного дыхания, что будет очень полезно для видеографов. Линза имеет защиту от атмосферных воздействий, а второсодержащие покрытие на переднем элементе отталкивает воду и масло. Объектив Lumix S2060 мм f3.5-5.6 поступит в продажу в конце июля за 599 долларов США. Компания Fujifilm выпустила программное обеспечение под Windows, которое поможет превратить камеры Fujifilm серии X и JFX в веб-камеры. Вы сможете использовать камеры с программным обеспечением для видеоконференций, таких как, например, Skype или Zoom. В список совместимых камер включены GFX100, GFX50S, GFX50R, XH1, XPRO2, XPRO3, XT2, XT3 и XT4. Меня удивило отсутствие в списке XT30 и откровенно развеселилась сотка. Вот так и представляю себе стримера со 100-мегапиксельной камерой. Крутяк, я бы на такой стрим посмотрел с удовольствием. К сожалению, софт пока работает только под Windows, поэтому пользователи macOS не расстраивайтесь, скорее всего, вам просто придется немного подождать. Но это не точно. А все желающие могут бесплатно скачать программу на веб-сайте компании Fujifilm. Ссылочку оставлю вам в описании. Вы не поверите, но компания Ricoh так и представила новый фикс-объектив HD Pentax DFA 85 мм F1.4 и DSDM AW. Оптическая конструкция состоит из 12 элементов в 10 группах. Объектив имеет HD-покрытие, которое используется для уменьшения бликов и ореолов, а также оснащен новым двигателем SDM для привода фокусирующих элементов. Минимальное расстояние фокусировки составляет 85 см. Присутствует защита от пыли и влаги. Минимальная диафрагма F16. Вес 1255 грамм. Длина 124 мм. Диаметр резьбы фильтра 82 мм. Объектив будет доступен для покупки уже в середине июня по цене 1899 долларов США. Компания Sony анонсировала камеру для блогеров ZV-1, про которую мы рассказывали в прошлом выпуске еще до официального анонса. Поэтому кратко перечислю основные особенности камеры. Ее основа это дюймовый 20-мегапиксельный CMOS датчик и объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 24-70 мм. ZV-1 включает в себя ряд функций и режимов, предназначенных для облегчения видеоблогинга. В верхнюю часть камеры встроен направленный трехкапсульный микрофон. Камера записывает видео в 4К до 30 кадров в секунду и Full HD до 120 кадров в секунду. К сожалению, в камере отсутствует встроенный видоискатель и разъем для наушников. ZV-1 появится на прилавках уже в этом месяце по цене 799 долларов США. А на сегодня у меня все. Если выпуск был вам интересен, то, конечно же, поставьте ему лайк, прокомментируйте его и подпишитесь на канал, если вы еще не были подписаны. Также очень рекомендую нажать на колокольчик. И подписываемся на наш телеграм, инстаграм и фейсбук. Там всегда тоже много всего интересного. Желаю вам отличной, продуктивной недели. Всем пока!